Вчера приходит ко мне Никита Андреевич Колесников, вот туда, ну все по-хорошему, мир, думаю, всему, а придет и шел не с миром, совершенно не с миром, мы даже словом отсчета имеем с миром, значит, пришел и ушел. Вчера он повел так себя, что я не стал дальше говорить, вижу, что в разнос идет человек, в разнос, если не остановить, ничего нет, вот ролик дать, замечание там сделали, если замечание сделали правильно, это значит, я предупредили от большего, а если ты сделали замечание, облечили прямо, Златоуст говорит, а этого нет, ну меня назвали вором, и говорит, ты работаешь там, где с деньгами дело связано, смотри, в карман не положи, а женщина ворует, мужчина ворует, как? А там колбасу, если она колбасой подпоясывалась, проверяет, ничего нету, а там ворует эти, показывает, как это пусики-то, пуси-рань-то, и они при всех к себе в водину заталкивают курицу, курицу жареную, но эти люди живут в наше время, они живые, их там перечисляют, которые Андрей Квараев с ними беседует, то есть, это даже ужасом нельзя назвать, и пришли, манеж там где-то, и открыто разделить, давай сам укупляться, она на последнем месте беременности, открыто, не просто там картинки какие-то, и это все в интернете выставлено, и как эти люди искажают свое лицо, ее муж там, Алёхина, какая она называет ее, ну говори даже страшно, мы христиане, у нас все другое, нам смотреть это не надо, взрослые, я много читаю газеты, проще, потому что я другим рассказываю, мне необходимо ссылки делать, и когда скажешь конкретно, такая-то газета, аргументы пахты, я называю страницу, все, патриарх Алексей Второй назвал церковных служителей, там говорит, каких бандитов мы принимали в церковь, я сразу указываю, церковная хроника, номер 54, за 91 год, теперь каменное собрание, не один, потому что они лицемеры все, мы вернулись с востока, вот к примеру, и говорим, православной веры почти нет, только так, все сектанты захватили, да вы что, на монастыре строятся, священники стоят, допустим, 50 священников, я говорю, ни один со мной не соглашается, ни один, я говорю, ну я же беседу и вижу, священники в Ангелии нету, зашли в храм, никого нету, обернулись, и священник стоит за священным прилавком, и ни одной души нету, и он стоит за священным, ну хоть кто-то, зайди, хоть кто-нибудь, дай мне денег, но работать он не пойдет, а мы сами работаем, сейчас надо садить там помидоры, арбузы, мы никому не кланяемся, не ходим, мы автономное государство, я им говорю, знаете, патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока, вернулся и сделал доклад, и говорит, о потерянном Востоке, и состояние духовное разбавлены, повторяю, отцы, священники такие глаза, в разбежку у них сразу, сказал, патриарх, так, ну, наверное, тогда там и есть, я говорю, значит, придурок, я тоже проехал Востоке, хотя-то в каждый заходил храм-то, перед ним на вытяжку я, да передо мной они просто открытые, я подтвердил то же самое, говорит, заговорил богатый, я привознеси до облаков, слава, вы, сказал Путин, заговорил бедный, и все, кто-то такой, это Серрахов сказал до Рождества Христова, там лет 30-40 назад, понятно, это я все делаю вступление, так, Никита Андреевич, выйди ты сюда, давай, претензии, вчера шли, которые ты пришел мне делать, я говорю, не надо, нет, записать надо, буквально рвал ты и метал, немедленно сделать, ты шел в разнос, в этом состоянии я могу сразу одним движением пальца отрубить это все, запретить тебе ко мне приходить, ну, естественно, я бы тебе не стал приходить, но я не пошел на это, вижу, что ты неуправляемый, и сатана полностью обуял тебя, залез тебе в уши, на язык, и просто безобразно говорил, теперь выскажи мне претензии, при всех, я хочу, чтобы ролик был записан, он записывается, я слушаю. Была все на все просьба, чтобы я тут числался, как работник, но не как воспитатель детей, то есть, ну, как бы, я отвечаю за участок, я работаю, ну, как всегда, как было первый год, как было во второй год, ну, как бы, контроль за детьми, я не существую никакой, ну, как бы, ночуют, только что у меня ночуют, я смотрю, чтобы они спали, что не мешали мне спать, могу выставить на улицу, то есть, в таком роде. Ты говоришь, что я сказал, все там, и все, закончено, и отошел, чтобы я знал, что мне можно говорить, чтобы не сказали, что я тебя перебивал. Еще раз, ты выскажи все, счетом тут все такой взволнованный был, это невероятно, это там в интернете, что-то узнают, выскажи все, я здесь перед тобой стою, на равных. Ну, а что еще сказать-то? Я не знаю, если есть, чем она, что-то выслушиваю, и дальше. Ну, пока вы говорите, пока подумаю, может, по ходу дела что-то скажу, может. Понятно, несозревшая. Ты знаешь, что в прошлом году Роспотребнадзор на нас нападал? Да еще раз. На многие лагеря нападали, но никто, нигде, а речь идет о тысячах лагерей уже, сегодня мне сообщают. Тысячи. И выставлено на интернете лагерь такой-то, оштрафован на миллион двести тысяч. Лагерь такой-то, оштрафован на полтора миллиона. Ясное дело, что эти лагеря относятся к каким-то организациям. Ну, с лагеря-то еще взять, приехали-уехали. Репетишек брали, в автобус загоняли. Не давали пить, есть там в одном, говорят, лагере. Нажареют были. У меня никому ребенку, ни один из них парстом не прикоснулся. Ты сам подумай, как заранее все было продумано. Их еще у нас не было, мы уже провели тренировку, как они заходят, как спрашивают, кого оставили старше, мы тренировали, молись, и Сережа стоит, глаза закатил, а эти пришли, Вася приехал, он мне племянник родной-то. Ну и этот Алеша, они у меня племянники-то с бородами, как будто они по лице допрашивают, а этот молчит, да хочешь, а ты нормальный или нет? И они, когда дальше сразу показывают кадры, едет милиция, подполковники, пузатые милиции, пузатые они все. А пузатые, это сказал не кто-то, а министр внутренних дел Нургалиев. И сказал, всех пузатых милиционеров уволить. А когда уволили, у них все это не идет. И решили принять, потому что эти тещи вообще ничего не знают. Тот, кто сидит на месте бумажки может перебирать, он уже наворовался, пузырь-то надулся, как клещ. Я так понимаю где-то. Я рассказываю о том, что известно. И мы предупредили. Дети вот в ту сторону бежали, тренировались мы, обходили вокруг, где быть, куда. Но они приехали в 22, этого я не ожидал. Но мы заранее, вот а профессионально работает. И все так и было. Но нужно сказать, полиция нам не сделала ничего плохого. Нигде они не нахальничали. Вели себя вполне достойно, культурно, согласно своего места. Это не те, которые нас допрашивают, не сходятся там-то другое. Они ничего не просто приезжали, спрашивали. Мне каждый вечер звонили. Как у вас дела в лагере? Я говорю, все нормально. Ну и хорошо. Ну, положили. Каждый вечер мне звонили. Я говорю, сегодня я на праве детей. А сколько сейчас? Откуда приехали? Ну, откуда приехали, я всех не знаю. Да и не обязан вам говорить. Ну, сколько детей вы видите? Столько-то детей. То есть, вполне корректно. Но дети бежали в ту сторону. Полиция стояла здесь. И дети бегут. А там гроза, молния сверкают. Боевик настоящий. Снед такая была. А потом приехала сразу в телевидение. Т-24 Афанасьева Анна. Очень известная такая журналистка. Все это снимали здесь. Детей не было. Они напали. В 18-го. В 22-го. Не напали, приехали. Я говорю, напали. Но для нас это как нападение. И уже через 5 минут, когда я узнал, лагерь был расформирован. Потому что я взвесил. На их стороне суды. На меня в суд подали. Прокуратура. Прокуратура мной занялась в прошлом году. Стали искать чьи дети. И заставлять 5 показаний против меня. То есть прокуратура краевая совершила государственные преступления. Краевая. Я спросил, может связываться, может нет. Заглохло. То есть людей подбивали на 6-й детях. Скажите, что своим ребенком что-то там... Но приходили женщины, бесспорно. Но приходили к разным людям, к нашим, которые в лагере были дети. Ищи дети. И не знают. Друг друга эти. Но везде действовали не нахуй. Ясно дело, что от имени прокуратуры. Но они тоже все обдумали, чтобы их не захватили. И ничего нигде не сделали. Суд подали. А суд не удовлетворил отказать в исковом заявлении. Они думали минимум хотя бы с меня снять 20 тысяч. Ни рубля. Почему продумано было? Я сказал, в лагере больше нету. Которая была обслуга. Теперь воспитатели, не воспитатели. Я не начальник, не директор. 45 лет запрещали. Ни одного отравления пищей. Ни одного повреждения. Ни одного ребенка не потеряли. Не украли. Ну то есть я перечислил все. Встань прямо. Ноги не выжимай. Все это выкатываешь. Выкатываешь как будто бобенка под березой. Зачем тебе это нужно? Это женская поза, не мужская. Мужская стоять на вытяжку. Не дергаться. Я вас примечу быть мужчинами. Чтоб тебя уважали. Пояс передерни друг на бок, чтобы концы торчали. С левой стороны чтоб было. Он не знает, где лево. Так, давай. Убери дальше, чтобы они не были видны. Налево. Размес. Лагеря нет. На следующий день я сказал собрать деревенское собрание. Объявил об этом и сказал, что лагеря нет. Но с детьми я буду заниматься. Потому что у меня не просто опыт, а уникальный опыт. 45 лет. Я все время учился. И поэтому лагеря подобного вообще в мире не было и нет. Нет. Ну из Канады все сюда летят. Это говорит о чем-то. То есть там знают все лагеря американские, французские, немецкие. Нигде нет. Почему? Начинается все ранний подъем. В 5 утра ни одного лагеря такого больше нет. То есть день после 22 июня будет убавляться. Не убавляться. 22 это стоит на месте в 3 дня. А 25 убавляется. И как только убавится, в какое время приехали. Мы так на полчаса скидываем. Пол шестого. Дальше в шесть. Ну а дальше уже распускается. То есть мы следим за солнцем. Я объявил. Мы должны детей в дома. Я объявил потерять. Кто может детей принимать сколько? Я за них должен отвечать, конечно. Нет. До ребенка, куда попало, лезет. Я 45 лет ловлю, где они лазят. Вожу их специально березы. По березам лазят, как они у меня. Я их учу этому. Бум, где вчера ходили, но там нынче не выправлено. Но она знает. По березам лазила. Она как белка лазила. Она очень ловкая девчонка. И она знает это дело. Учим плавать. Я их не держу под зеленым стукном ребятишек. Они все должны у меня делать. И борются в специальном месте. Ну, боролась? Да. Боролась? Да как боролись? Все это засняли. Как они борются? Где в нагерях есть такое, что приносили им березовый сок? Сегодня я принес им березовый сок. С медом помешал. Лекарство. Это болело в почке. Березовым соком каждый день мед ее. Через две недели вообще у меня ничего нет. Губами так не надо водить. Рот не совращивайте на бок. Я говорю о том, что выход был. Но деревенские отказались принимать. У меня выхода вообще нету никакого. Я сказал, пустующие дома. Этот дом пустой, этот пустой. Этот рядом пустой. Там тоже были люди, уехали. По разным причинам. Этот запился. Этот уехали к детям в Томск. Моя-то сестра была. Это родной брат. Думали, родные будут помощники начали. А то самое, я говорю, в родине сделали. Мы стали ремонтировать. Вот этот пол, где заходит, где кухня идет. Там ничего не было. Труха одна лежит. И из гнилых лаг ржавые гозы торчат. Все под основание убирать пришлось. Подводить матисы там все это антисептиком. Ну и дальше, как гляньте, как. Ну и здесь, и там, тут это все доверху занято было. Щельник только. Щельник. Все сделали. Мы приобрели. Бог дал мне денег. Я купил эти дома. И сказал, вот этот дом принадлежит отныне Владимиру Александровичу Пащенко. Этот дом долго никак не могли. Половина сыны, дом матушка заранее перекупала. И она половину сыны сбросила. Так что молитесь о ней. Она очень добрая. Добрая. Но пока, как говорится, шляп от хвост не попадет к коню. С ней денежные дела. Я всем говорю, нельзя делать деловых. Но если уже сделал, да, до конца. И назад уже нет. Она сразу начнет тогда. Тогда и назад. Вчерашнее слово сегодня. Было, не было. Она это не понимает. Мы не играем с терпой. Совершенно. О рождении духовном даже говорить не приходится. Но она работница. Она главная агронома была. У нее 4 огорода. Она с институтом. Сотрудничает. Она всегда с деньгами. Кабаняна этого дома не было. За это мы должны быть благодарны. Я бы сказал это все в воскресенье. Но это я говорю о том. Нет, у меня выхода нету. Деревенские не принимают лагерь. Нельзя. Ясно дело. А что делать? Ну бросить на это. Все руки сложить. У меня в жизни никогда не было. Я всегда спрашиваю. Ну говорят, вот очень трудно в английское посольство. Открывали визы где-то. Надо ехать в Новосибирск. Там снимают роговицу. Съемки делают. Отпечатки пальцев. Но я спрашиваю. Ну все-таки. Ну можно? В Великобританию попасть? Ну можно, но очень трудно. Раз можно, все. Я сначала прозондирую, чтобы зря не биться. Здесь мне некому обращаться было. Я должен был думать сам. Теперь я сразу звоню юристу. Скажи, а если мы сделаем так, что лагеря не... Это слово лагеря истребляется. А хозяева будут. И на них приглашенные будут. Мальчики там, девочки здесь. А у меня еще тут, еще кроме этих, еще четыре дома. И там вот эта женщина находится там. Со своим отроком. Так. И приезжают, которые рядом, где Роман, этот домик тоже мой. Для них готова летняя кухня. А могу там 10 человек уже принять сегодня. Так у меня еще гостиница отдельная. И Леша живет. Две гостиницы. Это тоже мои. Две гостиницы. Где Леша живет. Он дом строит. Вот он уйдет. Это здесь. Только принимать. Это они на это и покусились в воскресенье, что выбрали. Друзья, надо кому-то тут поселяется. Так вы покупали пустые это дома? Далили бы. Почему не делали? Когда я это сделал за мной, я говорю, это мое имущество. Но я здесь ничего не имею, не живу, не лечевал ни разу. Мы это покупали. То есть пришлось мне делать. Тот дом подали, вот колесник по Никону Андреевичу. Подали. Даже на ремонт они не платят. Все купить надо, не платят. Электричество подвезти. Все это и все расходы горшу и горшу. Ну, тянул-то на тот дом, наверное, на всех. Что я сделал не так? Внутренне Бог смотрит и внешне. Но внутренне Бог знает. Я хочу, чтобы дети были другими, чем они есть. Вы сегодня только сколько я вам здесь сделал замечательный? У вас все неправильно. Одним полотенцем одну грязь размазать. На чистую бумагу с одной доски сколько? Две-три бумажки и стратишь с двух сторон. И грязь. А ты полотенца трешь, глупая баба. И это все Лев Толстой говорит. Не грязное полотенце надо, а выбросить новое взять? Он про бумагу не мог сказать. Это бумага моя, я ее таскал на горбу. Это понятно? Так, с меня. Не, ну просто столкнись и все. Так, здесь хозяин отвечает за все Владимир Александрович. Там, раз ты хозяин, отвечаешь ты Никита. И об этом мы разговаривали. Я не просто так. Я с вами договорился и говорю, вы не против что-то? Мальчики тут будут. Нет. Ты прошлогодний разговор помнишь, что я говорил? Какой именно? Что ты согласен, что приезжали же и там мальчики. Ты хозяин, ты ответственен за них. Как я ответственный 45 лет. Все деревенские отказались отвечать, а то за ребенка отвечать. Против меня несколько раз уголовные дела воздвигали. И ни на один суд не пошел. Никто пришел в молитва. Я верю, я очень крепко верю, что Бог живой. И Он живых людей слышит, живую молитву слышит. И Он отвечает. Прежде чем делать это, я договорился. Вы стояли с Володи рядом, я говорю, Володя здесь, там. Да, мы согласны, все. Ну, а что такое там? Ну, значит, ночью, смотреть, конечно, надо. Кормить мы в одном месте. Тогда зачем мы ему плиту? Готовить там придется. Будет ходить женщина несколько раз, придется приготовить. Мы это все обдумываем. Пока достаточно здесь. И вдруг ты вчера вставишь ультиматум. В ультимативной форме пришел. Я отбиваюсь уже за компьютер. Никаких наседает. То есть необыкновенно повел себя. Я говорю, ты сегодня не выпил где-то за углом? Нет? Может, как-то жарит тебе голову на пекло солнцем? Свихнулся мужик совсем. Он не видит ни с кем разговаривает. И как я могу отвешивать? Ну, я один удар толкнул только и развалился весь. Ну, ты понимаешь или нет? Мы в разных категориях. Конечно, сзади ты на меня можешь напасть. Но я даже физически, говорю морально это делаю. Это не годится. Ты что там делаешь? Еще раз. А за какие слова ты уцепился? За то, что не прикасайтесь. Я это говорил Третьякову. Те, кто у меня работали, я обязан говорить. Всем мальчикам, говорю, играйте. Девочке пальцем не прикасаться. Слышали все? Кто давно был? Все слышали? К девочкам не лезть и не прикасаться. Не как у нас тут Паша был. Как он борода там фамилия у него. Бросает мячик вроде, а сам подхватил девочку нашу. Если он такой и есть. На качелях качается, на тарзанках-то. Она поднимается на это, и все. А он залез, лег и лежит, чтобы он подпадал смотреть. Ну ясное дело, я должен был меры принять, ликвидировать его. Зачем мне тогда нужно, если не так? Ну явное дело, что не туда человек тянет. Ему запрещено было сладок, но еще нашей одной девице писал письма там, или что там спрашивал. Ну было такое. И она, конечно, о нем не лучшего мнения. А баба верующая, вот посмотри, как все стоят. Как стоят? Ты обязательно тебя выворачивать? Сейчас поедим, вот здесь вот будешь стоять. Минут десять отдельно. Отдельно на вытяжку. Я отвлекаюсь иногда, вот церковь так вот стоят, иногда так. Приходим вечером, ужинать пока не будешь. Вот, до дома бежать, и там палочку воткни, даю палочку. Теперь повернись лицом туда и стой. Ты в церковь крутился. Только ногу подожмешь, тебе сразу свисток, и ты обратно сюда прибежишь. Пропало двадцать, снова ты меня тут изгниешь. А двое ребят за этим смотрят. Стоят на вытяжку, двадцать минут, и с места не сбиваются. А там комары не шевелятся. Все, давай сюда. Ну, помнишь, сколько было? Кому было? Она все знает. Это физическое наказание. Но какой уголовный кодекс меня возьмет, или приедут, приедутся. Уголовные приезжали тут. В прошлом году только начальник уголовного розыска несколько раз был. Ничего нет. Давай осматривать детей, кандидат медицинских наук. По одни на девочек заводили, там осмотрели, ничего нет. Представь, прокуратура, у нее четкий язык такой-то, статья такая. А тут пишут в краевую прокуратуру. Осмотрено, проверено, побоев нет, жалоб нет, точка. Дети чувствуют себя прекрасно. Жагина Елена, помпрокурора Мамонского района. Это не юридический язык. Дети чувствуют себя прекрасно. Она не могла удержаться, когда осмотрела все, а моего сына в лагере возьмете. Это что-то стоит. И при том, она расспрашивала, а такой мальчик, как Илюша? Вот примерно такой же. Я отдельно допрашиваю, и тоже, кажется, Илья его было звать. Вас здесь бьют? Никто нас не бьет. Нас наказывают. Да как окажется за провинность? Я вот матерился, а сейчас не матерюсь. Ну а как тебя наказали? Ну меня дядя Игнатий забил туда отдельно. А остальные не видели? Нет, они молились обо мне. Она все записывает. А как он тебя наказывал? Он взял крапиву, она очень жгучая, и положил ее, на чем мы спим. И сказал, губами вот так вот проведи. У тебя губы согрешили. Он ей рассказывает, а она... Я его не трогал, а другой заплакал. А крапива жгучая, через рукавички ржет. Я вон заплакал, я не стал ей вылу перестроен, сказал, вот он заслужил. Он обозвал девочку. У нас нельзя этого делать. А вот крапива, я взял эту крапиву, пучок с собой, и зубами ррую ее. У меня губы пузырями все, я виду не даю, что мне тоже больно. Арметички хохочутся, и я не боюсь, и я не боюсь. Игнать Тихонович, ну давайте долгий ролик уже тянется. А ты меня не учи. Голодное, дети. Не учи. Слушай, я для тебя это говорю. Как бы ты поступил с этими ребятишками? Ты никогда, во-первых, не будешь с ними заниматься, потому что собой не занимался. Давайте это, это, вот в этом ты и есть. То есть у тебя хамство рядом прямо, вплотне. Сколько людей, почитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. И ты никого в огонь не берешь, суп тебе там нужен. Тринадцать человек, ни один не скажет. Поставь ноги вот так, не сгибай. Отойди от этой скамейки. Отойди, тебя сильно ломают. Итак. Как мы говорили, остается все в силе. Ничего не меняется. Ты в одностороженном порядке, я только рабочий, как первый год. Да первый год ты наломал мне столько всего. Первый год. Ты топора от лопаты не мог отличить. Как это был у нас тут в Италии. Показал вот это дерево, надо... Топоры лежат, он взял лопату, давай лопатой рубить. Ну это мое начальное поколение. И вам еще язык высовываете изо рта. Зачем? Тебе надо учиться. Один есть персонаж такой, литературный. Он отвечал так. Слушай и повинуясь. Кто это говорил? Джин. А? Джин. Кто говорит? Джин. Не понял. Держин. 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 Слушай и повинуясь. Может быть, Хаттабыч его звать было? Старик Хаттабыч. Наверное. Ты можешь ответить так или промолчать и сделать. Вы ведете себя неправильно. И при том ты идешь на тяжкое. Ты же понимаешь хорошее отношение. Ты видел воскресенье как было? Я вам только говорю. Один нападает. У нас хорошие отношения. Не порьте. Все равно по-вашему не будет. Это мое достояние. А не для кого-то хотели бы, чтобы я продал. Чего буду продавать? Я не для этого делал. Мне эти три года больше, чем миллион. Не имею денег. Я милости Божьей имею. Мне присылают люди. И при том я должен строго по назначению. Ты же сам знаешь, тебе здесь хорошо. Сколько мы здесь пробивались. Убирали эти кольца, вывозили отсюда. Кстати, с пчелами. Я приветствую, что ты пчелами занимаешься. Вчера твои слова имеют только негатив. Я понимаю так. И по бодрсалу, и дьявол залез в рот. Я не могу от тебя отбить. Тебе нужен ролик. Ролик, чтобы все знали. А что знали? Вырази, чтобы все знали. Что ты хочешь? Что ты только рабочий. И никакого воспитания не меньше делал. А я тебя не заставлял воспитать. Ты просто охраняешь. Сторож. Обыкновенный сторож. Хозяин дома. На что ты согласился? Да, не больше, не меньше. Не больше, не меньше. Но это человек живет у меня. Не вампир. Не упырь. Тебе разрешается в присутствии двух мальчиков раздеться, когда осматривать придут с поля. Клещ. Больно. Но у нас нет энцеполитных клещей. Вот еще что важное. Их нету здесь. Десяти лет. Мы сзади десятки их себя снимаем. И шарик. Я не знаю, там просто по 20 больше в день снимали. Сейчас уже время их кончается. Вот такое дело. Ты, я тебе сказал, дети легли спать, чтобы не было разговоров. А то не воспитатель, сторож на улице. Сторож, да. Сторож. Сторож. Ты не воспитатель. Ты сам не воспитанный. Какой ты воспитатель-то? Ну, так тем более. Когда ты был в лагере, я тебя поставил воспитателем, но ты не был воспитателем. Потому что лагерь тут же и закрыли. Вы можете из-за этого и закрыл Господь лагерь. Господь мне скажет, кому ты поставил? Ты что ты делаешь-то? Может быть, Бог мне именно сделал так, чтобы и не было. Может, из-за тебя и закрыто это было, но неважно это. Я просто расширяю, фантазирую. Значит, остается в силе. Мальчики не касаются пальцами девочек, нигде в игре. А то первые годы было, казаки они хватают, выручают из плена, тащат, мьют ее. А я занимаюсь, работаю. Я когда узнал, отставить. И больше никогда этого не было. Я вас хороню. Вы когда в храм-то приходите, я не столько молюсь о себе, сколько о вас. Такие красавицы везде. Вы будете на виду у мира, и мир будет посягать на свое. Поэтому одевайтесь согласно христианскому, и вас Бог будет защищать. Я за вас, за всех боюсь. За всех. Вот была Ксения, баба ей не разрешает, не ее. Ну, внучка ее, ну, были такие, которые неверующие родители не разрешают. Я всех переживаю. Люди, которые знают, все спрашивают, как вы все это выдерживаете. А представь, человек, который верил, уверовал через тебя. И теперь он делается не просто так. Идущий мой хлеб поднял петуху. Вместе ходили в храм, разделяли искренние беседы, как Даниль говорит. Если это скорит до смерти. И Богослов говорит, нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И нет больше печали, как слышать, что дети мои уклонились в ложь, в заблуждение. А сюда прямой вывод делается. Слушаю. Никита может с детьми в работе как-то руководить ими или нет? Он и должен это делать. Ну, это нет. Все, это не воспитатель. Я сторожу их здоровье и жизнь. Клещи осматриваю, чтобы там не упали никуда, не подрались. Ну, зарядка там, молитва за столом. И я это ничего не делаю. Молитва за столом ничего не делаю. Ты сам тебя назначаешь, ты хозяин такой. Ну, не воспитатель. Вы же сами сказали. На него воспитания-то в этом нету. Есть. Понимаете как? Это еще не один. Руки задние никогда не держите. Видишь, ты уже делаешь все. Я тебе главное качество твое вычислил и сказал, не изобретай. То есть опыт нулевой. И не просто нулевой, а отрицательный опыт у тебя. Твоя биография не сокрыта. У нас ничего похожего в биографии не было. Ты сам знаешь. Схожее наше. Ничего не было. Ни одного дня нашей жизни не было. Ты приехал в нужное место, в хорошее. И теперь, а я не буду. Сегодня пошли за картошкой. Ваня мне нужен. Ваня-то работник, настоящий мужик. Настоящий. Место помоложе его, но у него начальственная такая струнка есть. Я его начальником ставлю. Никогда я его не увидел, чтобы он песчаный был лечет. Он все на чеку. Он настоящий мужик растет. Мужик. Мужик это кормилец. И Ваня вчера две жердочки очистил. А это уже помощь. Этим я не могу. Рот закрывай так. Подзевательный рот закрывай. Нельзя так. Рядом стоишь, что ему с вами палец в рот. А ты его укуси за палец. А ты и дерни. Все на этом закончилось. Но не укусить. У тебя мышца в это время сжатая здесь. Так. Послали за картошкой. Я Ваню беру. Ребята остаются еще двое. Ты их посылаешь сам, самостоятельно. Дети. То есть он уже уперся на этом. Я вне подозрения, как жена Кесаря. Обо мне что-то думали, сказали. И вроде плохое. Хотя, говорит, вы не сказали ничего. Но тут можно догадаться, что о нем подумают плохо. Даже подумают. И то он уже... Да ты умер. Для мира и мир для моих. Мы два мертвеца. Мнение мира нас не интересует. Совершенно не интересует. Если в священники ставят, тогда мы должны знать мнение соседей, как к нему относятся. Павел говорит, доброе мнение внешних даже. Ты самостоятельно вернул детей, которые тебе даны были за картошкой. Было это? Когда? Сегодня? Сегодня. Нет, не вернул. 13 июня. Во вторник. Как? Они, если они за мной пришли сюда, как я мог вернуть их? Молодя, поясни. Откуда ребята взялись оттуда? Они говорят, что их дядя Никита отправил домой. Сразу они ушли или что-то было? Я пришел и попросил Никиту, чтобы он сходил с картошкой, с ребятами, с мальчиками. Все, они пошли. А то я смотрю в окно, он тащит один тележку, а они где-то в конце... Это было или не было? Да подожди. Ты отослал домой, их не было такого. Ну не послал, ты бросил их. Даже еще хуже поступил. Тебе данные дети, это я, что ребенок присмотрен будет, а я отвернусь, не буду смотреть. Да какой же ты есть-то? Даже говорится, дурня нельзя назвать. Ненавистный. Это дети. На нем нет такая же родня, как тебе. Тебе сказали помощники, а я отвернусь, со мной дети не будут. Да кто ты такой есть-то? Как ты попал сюда? Зачем ты нужен тут? У меня был такой... Вы не так истолковываете все. Бросил дети. Не надо истолковывать. Тебе даны дети, они отдельно пошли. Какое ты имел право? Не отдельно. Нет, у меня на 10 метров, на 7 вообще не отлучались никогда. Картошку доставали вместе, даже не давал другим тяжелое. Сам грузил ее. Сами мы ехали вместе с телегой. Куда отослал. Нет, они в конце... Ты-то ушел здесь, они вот там метров за 20 от тебя шли вообще. Так, где? Это не было. Ты сам мне... Я должен кому верить. Ты сам мне сказал, что тебе нельзя детьми заниматься, потому ты один тащился. Что ты пятишь это-то? Ну, я сказал, что не отставать, они не остаются. Не будешь я их понуждать постоянно. Они отстали от меня. А тебе об этом решила? А они все вместе. Даже у евреев это написано. Евреи-то у нас никакого мнения. Так вот от скотского семья не зачатывает. У них так тому не написано. Христианин пасет там, верующий. А у меня корова. Помогу ли я отдать туда? Смотря с кем пасет. Если под пасторки сможет отдать. А если нет, то нельзя. Он износилит корову. Это у евреев одно мнение такое. Женщина старается на работу на складкое помещение. А они в талмуд написывают. А в дверь из какой стороны? Оттуда видать людей? А одна она работает? Или с кем-то? С одним мужчиной? С одним нельзя ходить. Я скажу, большинство, они правы. А если много, они не покусятся. Они берегут своих. У них есть кошерная пища. А у нас все жрут подряд. Кошерная, значит, выпущенная кровь. У них законы есть. У них мнение. Это мнение людей. Мы не можем пренебрегать. Мы должны узнать, а почему они о нас так думают? У евреев все высчитано. У него голубятни, и у меня. А голубянка нашли здесь. Я говорю, мой голубенок? Он говорит, нет, мой. У меня не сдыхал. У него один сдох вчера. Или когда? Он не знает даже когда. Я спрашиваю, а когда сдох нет? Он живой. А он уже в черве завелись. То есть обман. Так, нет? Нет. Я в каждый день проверяю. Кроме вчерашнего дня. Еще раз говорю, завелищие, это означает, минимум 3 дня. Я приехал, загинул, считаю только 6. Но я не стал дальше смотреть, думаю, где-то дальше. Он уже был мертвым в день приезда моего. Минимум. Я проверяю, тот сталгал. Как это понимать? А у них так не верят. Я был с детьми в день приезда, я не видел, что у него не было. Слушайте, слушайте внимательно. Как минимум. Раз я сказал, видеть, голубенок здесь. Теперь приходит судья, шагами меряет. Сколько до его голубят, и сколько до моей. И мне ближе на год дают. Они все равно найдут решение. Найдут решение. Вот на человека, человек не должен прикасаться к мертвому. Они искусственно создают. А человек едет и остановился под деревом. Ну и что? Ну дождь идет. Ну хорошо. А в это время села ворона. И она принесла кость какую-то и уронила на человека. И человек осквернился. Да кто за это отвечает? Что это дерево или сейчас кость? Они разбирают это все. Вот такие вопросы. У меня 23, 24, 25 том, я разбираю тому. Да 13 томов. Так это плохо. Но это решение вопроса. Другого-то нет. Решение. Вот дерево растет. С одной стороны груша. А града идет. А ветки на ту сторону. А там растет яблоня. Дерево на той стороне, а здесь. Там живет неверующий, тут верующий. Неверующий жалуется на баптиста. Пришли братья и спрашивают. А в чем дело? У него ребятишек трое, у меня трое. И вот моя яблоня туда свесилась. Они говорят, яблоки-то собирают. Я сказал, да ладно. Но его груша, когда здесь свесилась, и падает, его дети через забор перерезают, баптистские, собирают яблоки. Это моя. Ну ты-то с моей, говорит, собрал, поэтому я считал, что на твоей территории упало, твое, а на мое, твое. Они все на городу лезут. Вот и все. Там муда не надо. Просто так. Если ветки она туда распустила, то что-то уже не твое, он и не обрубает эти ветки. Понимаете? Я попадал в такую ситуацию. Приехал к отцу, отец инвалид, сосед. Моет она там, стирает что-то и выпускает барыг, а орех вода течет на наш сад. Мы не говорили, говорят, он не понимает, мужик наглый такой здоровый-то. Я, не словно говоря, сделал шоп, то есть как выписал это дело, и который труба, я вижу так, я туда перешел, и забил, но туда ее не вытащишь. Он выходит, а вода-то из воды, из золота не вытекает куда. Я стою с топором. Он глянул на меня, повернулся и ушел. Все закончилось. Теперь бедра не стали выносить. Почему твои помои, даже по саду развиваться? Тем более, это химия все. Он-то не знает, кто я. Но он глянул, как назад, и понял. Я только посмотрел на него, потом попятился и домой. А у меня топор в руке, остро оточенный. И он, конечно, примерный по оберзким нормам. Тебе что, все время напротив тебя с топором становиться? Тебе сказали, не накручивай дальше-то, у тебя мозгов не хватит, сколько ситуаций. Отдали ни одного. Евреи понимают, ни одного. Трое пошли, и ты начинаешь командовать, что подумай, то другое, то есть показать, ты в неподозрении, тебя никто не подозревает. А раз ты начинаешь так яростно отбрехиваться от этого, по неволе возникает мысль, а чего бы ради ты так боялся этого подозрения? Вот у нас принято, где трапезная, сидят люди там, а потом в храм заходят, а тут сумочки стоят. Я сказал сразу, по одному не оставаться. Двое, если были, то можно. Но у нас был человек, который все время один остается. А сумочки все открыты, у нас нет ни ворота, ни в чем. А дальше, когда зайдешь, там уже храм, ну через гариндор, только пройти. Гляжу, Ягометина Любовь Ивановна. Хорошая женщина, добрая, она много шторки там жертвовала. Но это закон. Я говорю, Люба, ты не оставайся здесь одна. А что? Ну мы так приняли решение, я вынес на собрание, чтобы подозрения не было. А туда никто не зайдет, потому что дверь рядом. Ну рядом прямо совсем. Порог такой переступить. А что, воровка что ли? Люба, зачем тут воровка? Об этом сейчас никто не говорит. Ну сказали не знаю, никто же не остается в силе выходит. Ты одна остаешься. Ты ждешь, когда все выйдут, чтобы остаться одной. Да что, вы меня подозреваете, я воровка. То есть я уже зацикил. Точно твоя ситуация. Так что, понимаешь, что я какой-то гомостексуалист? Что ты понимаешь, что я это постигать буду? Я понимаю твои мысли-то. Ты не думаешь, что я просто так говорю. Я не пытался говорить эти слова, но ты вынуждаешь меня по твоему высокоумию. Когда она уже пятый раз сказала, я говорю, воровка, зачем бы ты оставалась иначе? Выйди отсюда. Попятилась. Приходит оттуда. У меня деньги потерялись. Служба кончилась, когда зашли. У меня деньги потерялись из сумочки. До этого не терялись. А кто-то сестра говорит, да вон эти деньги-то лежат. Напротив ее она стояла из сумочки, бросила. Она ушла. Она пошла на самое тяжкое. Бросила. И говорит, какие потерялись. Вот они деньги лежат. Она не могла уйти, где-то с кем-то не поссориться. И она подсорится с тем, кто такой же самый. Она не может уйти никак. И она дверь открывает. А на той стороне Раиса Николаевна Блинникова стоит. Она дверью задела. Тащики не занижала. А ты меня дверью ударил. Ну ты что-то под дверью стоял. Я открывал на улицу выходить. Ну они же с собой сцепились. Я их кое-как разнял. Одна и другая ушли. Но одна вернулась. Вернулась, поняла, что где была, не было. За ней ничего такого. Вот она ушла от нас. Два года не была. Мы спрашиваем, ты там была? Десятину платила. А у них нет десятины. Зачем у них? Это больше. Если ты не платила, Бог говорит, меня обкрадите. Воровка. Платила, не платила. А там деньги на что-то собирали. Посчитай сколько. Семьсот рублей давала. А десятину за это время, ты два года у них была, ты должна заплатить, было семь тысяч с половиной. На что это? Ничего, должна отдать. Ты к нам пришла обратно. Ты эти деньги, что не заплатила, найди отца Георгия Титова, отдай ему. Так у них нет. Это их дело. Ты отдай. Она в слезы, да мы все засняли. В слезы. Ты это решай. Принимай решение. Так, беру пенсию. Отнеси мою пенсию, Сергей Горин. Отнеси. Мы воровку не принимаем. За нее заплачу я за два года. В чем я виноват? Я Бога боюсь, а вы не боитесь. Ты видел этот ролик? Я там присутствовал. Присутствовал даже. Ну скажи, я правильно поступил или нет? Вы человек, общественный, вы поступили правильно. Конечно правильно поступил. Я по Божьей. Я не думаю о человеческом. А один говорит, а Христос сказал, ты думаешь о том, что человеческое? Отойдет мне сатана. Человеческое сейчас бывает сатанинское. А для меня как это не платить десятину? Это вор. Святотатис. Вор у Бога. Вы меня обкрадывайте, Бога. Десятины приношения. Если не хватило, сколько лет, подсчитай и заплати. Верни. Свечки это в ход не ходят. Свечки тебя, жечь в воду тебя будут. Нечистыми свечами лихи икону. Портили. Так. Зачем ты их вернул? Закрой в рот. Закрой в рот, Коля. Так. Почему ты решил, что ребята с тобой не должны были быть сегодня? Я так не решил. Я их не вернул. Когда вернулся? Ну ты сказал, ну как, почему Володя-то видит, что они отдельно остались у тебя? Ты не вернул, чего вроде они пошли? Вернул-то, я себя, допустим, перехал туда, и вот идите домой. И вернул. Это значит вернул. А если они за мной шли, потом отстали, это просто они не отстали, то что не слушается меня. Я тебе говорил, слушаются дети, ты запряги их, тебе не надо везти было. Так. Ну как, три мешка картошки, так уж и просто это провести. Да ты рядом тяни. Они двое рядом поместятся. Они только, может, для виду будут держаться. Ну, меняй тактику, да маленько ты, дубовые мозги. Ты видишь вчера, как она стояла, ну понятно, я говорю, парень хороший, раз-то прокинула в ведро одна девица наша, красавица. Я там вижу все, это дело. Я ее наказал, сбегать пять раз где-то. Наказание есть. Она обижается, нет, она улыбается рядом с тобой теперь. Что ты такой? Боязнь тебя не трогает. Меня со всех сторон долгает. Весь интернет, буквально, я думал, меня и патриарха примерно вравну. А сейчас гляжу, в десятки раз умерший, умерший меня. Но потом, когда люди приходят, просят прощения, я это испытал. Я говорил, я не знал, простите. Я выхожу из храма, бабки падают, за колени меня хватают, слезами обливают. Мы говорили, настоятель, а вы вот то, твоим бабушке там помогали, тут помогали, мы узнали. Бабки, забудьте все это. Иди молись, я ничего не знаю. Молитесь или радуйтесь. Ты не напрасно была в этой жизни. Что ты в такой обстановке будешь делать? Да ничто. Настоятель меня даже упрекнул. Вот вы, знаете, все, вот этой бабке, я знаю, валенки подшивали, вот там пошли, снег сбрасывали, а там целую машину дров испилили, пришли. Вы же не солнце, всех не обогреете. Не солнце, я всех не обогрею. Я с вами согласен, Наталья Николаевна. Я всегда был соблазном, простите, но бабки, они уходят с благодарственной молитвой. Тебе понятно это? С чем мы предстанем перед Богом? Ты сказал, ничего я не знаю, но у меня уже есть опыт. Дети этого не знают. Баловные. Я буду внимательно смотреть. Я ничего не буду делать, но мне, ему, мне или Володе скажу. Я же тебе не сказал там наказывать, я никому не разрешаю. За 45 лет ни одного счетчика никто не умеет сделать. Никто. Никто. Виктор Николаевич 13-14 лет был старший воспитатель. Никто. Родители приезжают, не имеют права ни за уши, ни гель брать. В устав записал это. Они не умеют наказывать. Я его заведу, сейчас иногда только фиктивно, хлопаю крапивой, почти голенищик, а ты маленько, покажи, что ты плакал. Но если наказал его, я скорее его к рукам, Моник убери, скорее там холодной водой маленько облегчить. Не наказать тоже нельзя никак. Почему? Он ударил сестренку, которая моложе его. Ну ты знаешь, наказывал за что. Вот они раскопали мешок с сахаром-то и ели. Ну какое наказание? Я бы там сказал, по полному стакану сахара. Ничего больше не давать. Ешьте. Есть будете дальше, когда сидите. Было? В Татарасе, знаете. А он первый, наверное, слопал. А съел? Давайте первое ему. Наелись, да. Это одна девочка у нас съела фасту, зубы чистить которую. И что я сделал? Я бы сказал всю фасту собрать, выдавить в кружку, и она сесть. Она не отравится. Она села и больше никогда этого не делала. Она наелась, нахуй срочек намажь, а то как сметанка будет. Так, брат Никита. Ты хочешь вернуться до вчерашнего дня, наше отношение? Или ты будешь стоять на своем? Распоряжаться детьми, что это не надо, я с ними пойду и проще. То есть, мне вот это дрыгание, дергание никак не подходит. Ты знаешь, что я могу принять разные, разные меры, которые будут тебе сто раз неприятнее. Вернись, я тебя прошу, вчерашнее утро еще было как. Вчера, когда я разговаривал, не прикасаясь одеть тебя, это заело, и ты никак не можешь выйти. Меня подозревают, хоть не сказали, говорят вы, но подумают плохое. Подумают о нем плохое. Когда люди говорят, у вас ролики менее интересные без Никиты стали, как-то вы его бросили. Никита вообще ожемляж такой давал. И тут я точно такое же ничего не знаю. Ты уроком сложил для них. бегать свои, чтобы чужие боялись. Я тебя спрашиваю. Или ты будешь наставить на своем, что тебе необходимо вот так поступать, как ты желаешь. Я сторож. Ты не воспитатель. Не воспитатель. Не воспитатель. Но ты смотритель за домом. За домом. И у тебя приехали гости, за которых ты отвечаешь. А за это ты не хочешь. Кто бы ни был, приехал. Ты вообще безбожник тогда. Клоту пришли, он дочерей возьми, это гости мои, я не отдам. Ну вспомните. Дочерей, которые мужа не познали, возьмите их. Это гости. За гостя умирали. А ты? Срамец. Ну что, сравним, совсем другая ситуация. Я за них отвечаю, за их жизнь и здоровье. Понимаете как? Другая ситуация. И мы живем на квартире священника, учимся все три братца, проходим семинарский курс. Но она ведет себя так. Я ей говорю, это неправильно, Нина. А что неправильно-то? Я говорю, у меня сестры, они вот живут с мужьями там, сестры ваши, не жены священников. Ну а что, особая льгота какая-то дается, не слушается мужа, по-своему она где-то. Я, так они в деревне живут, я говорю, сестра, она живет в Новосибирске, как и вы. Он в Новосибирске где живет? Ну, у меня сколько там ребятишек, у меня, кажется, два ребенка. Я говорю, семь. Она села, она думает, ну, ситуацию такую придумает, что, и когда сказала, что она жена священника, тут, а вот в наших еще ни одного не было священника. Вот теперь она не попадает ни в одну рамку. А ты наоборот, краем духа услышал где-то, и возьми это за пример. Я прошу тебя, вернись к вчерашему другу, когда ничего еще не говорил. Я против тебя ничего не говорил, кроме того, что не прикасайся. Ну, еще я опасный, злой человек, чтобы убегали от меня. Опасный. Раз ты на этом настаиваешь, значит, ты бы не настаивал, ты бы даже нюня не обратил на это. Меня кем только не называют. Все, они только такие выставили на меня, там, слушай, ужасно даже, где-то. Ну, никаких, вычислил, все же список, и все. Ну, только дело. Меня не касается никак. Что тебя так заедает-то? Я опасный? Я всем говорю, что они опасны, почему друг другу нельзя прикасаться? Зачем ты меня учишь? У тебя опыт нулевой, отрицательный. Нельзя. И все. Тебе сказано, мальчика не трогать. Нельзя. Или вот, братик старший-то, я не знаю, Кирилл или кто там? Кирилл. А кто? Кирилл. Кирилл? Он что взял, стокнул тебя или еще? Не помню. Ну, не помню что-то. Что-то такое. Это родной брат ее. Ну, они, а дома-то это постоянно у них, но у меня этого не будет. Вы сами написали, родители не имеют права наказать ребенка пока в лагере. Почему? За 45 лет я ни одному не разрешил ни одного ребенка наказать. Это не искусство, это дар Божий. Когда и как? Что сказать? И с кем бы не было вчера, и наказал ее, и тут же сразу в сторонку помолились. А там он наказал, и дальше, и Коля, и Деревна, остановись. Мы опять помолились, а конкретно молитву о нем. Ты понимаешь, что я передаю ему греки Божии? И он сегодня, он даже не знает, вот ногу опять выворачивает, встань прямо. Но он уже другой. Я вижу по движениям, по всему. Это не прошло даром. Возьми, как кошка, слушает и спит. Спит, она видит во сне мышей, наверное. Айса, головой затрясла. Я сейчас скажу, рыжая, рыжая. Раз, глаза. Алтфелил, это ты рыжая. Сегодня утром, ты красава, лежу, буско бежит, мыша однесет. Так, Никита, я тебя очень прошу, вернись к утру вчера нашего дня. Я никуда не уходил, чтобы там... Ты вышел из этого. Дети, это наше достояние. Ты задолжен смотреть за ними. Это не должность какая-то. Это обязанность. Это в крови. Старший отвечает за все. А не та, что глаза закрыл. Ты за это ответишь, за эти слова. Потерявка темы хороша, что высшего места для воспитания детей трудно найти. Все вебыщие. Все смотрят. Ребенок тогда пошел сразу. Он не так сделал. Я сразу пошел к родителям. Они говорят, мы не знали это дело. Накажи, я его забаню и отшпандарил крапивой. Родители оба здесь. Но они не видят где-то. Он орал. А теперь, теперь что? А теперь иди, а ты переправши-то сделал не так. И он теперь идет. А другой сделал не так там. Матерился. Из лагеря его уже списали. Он дома. Я наказал. В обед два часа, чтобы он приходил. Я каждый день буду давать ему по пять горящих. Родители слушаю и повинуюсь. Как только в два часа он бежит из деревни ко мне в лагерь. Я его завожу, а та драма побежал домой. Ну а вернулся на прежнее. В кочево переехали и учителя жалуются. Материться. Увернущие в семье. И с этим Артемом не знаю, что делать. Понятно? У тебя нет этого опыта. Вернись к внутреннему состоянию вчера утра. Не диктуй свои условия. Смотри за ребятишками. Это не должность какая-то. Это качество нормального человека. А я не буду... Ребенок тонет вроде, это мне не касается. Нет, я такого не говорил. Ну ты не говорил. Ну это большее. Он тонул, да и с этим говорится, до свидания. Дети наше достояние. Мы ответственны за них перед Богом. У меня... Я вышел на улицу, а ребятишки катаются по проезжей части. Мужики рядом сидят, родители... Меня это не касается. Я вышел, ребенка сразу остановил. Дети. Это проезжая часть. И прям живем около поворота. А тут он в вашей скорости выворачивает. Этого нельзя делать. А что он ему говорил? Они говорят, он сказал нельзя. Они сразу... И правда, тут задобили недавно двух ребятишек. Ты будешь это делать? Явное дело нет. Да не твои дети. На фиг мне это нужно. Вот и весь. А фиг, а что это такое? На фиг. А там же двиговым виском прикрывались. Пониже. Ты разбери, куда посылают. Вчера что-то в утро возвращайся. Возвращаемся. Все. Во славу Божию. Прости меня, Христа, родитель. Простите меня, Христа. Я на тебя не мог не бить. С Богом. Садимся за стол. Этот ролик посвящается не пить. Отдерни.